Так сегодня многие автолюбители вынуждены были оставить свои машины, воспользоваться общественным транспортом. И пешеходы передвигаются по городу с опаской. Ледяной дождь, прошедший накануне, превратил тротуары и дороги в каток. Эта осень по погодным капризам стала настоящим испытанием для управляющей компанией и коммунальных организаций. Недавние случаи травмирования людей в результате схода снега и гололеда стали поводом для срочного совещания у главы города Кирова. Репортаж Вергины Мотивасян. С первых минут было ясно, разговор будет жестким. Глава города Владимир Быков вызвал в администрацию города представителей управляющих и обслуживающих компаний. Повод для встречи был известен каждому. Посмотрите, во что превратились дворы после первого снегобада. Люди исправно платят управляющим компаниям за то, чтобы удобно и комфортно проживать на своей домовой территории. Куда эти деньги идут, если вы не можете обеспечить элементарную безопасность этих людей? И самое главное – наших детей. Этот заданный тон встречи не случайен. На прошлой неделе метель и снегопад парализовали любые передвижения кировчан во дворах. Люди не могли выйти из подъездов, заваленных снегом. Нелегко пришлось и автовладельцам. Резкое потепление добавило новых опасностей. Начался сход снега с крыш. 28 октября днем на улице Грибоедова снежная глыба упала на закрытую детскую коляску, в которой находился полуторагодовалый ребенок. На скорую он был доставлен в больницу, где врачи констатировали у него черепно-мозговую травму. Ушиб передней брюшной стенки, ушиб мягких тканей головы и перелом свода черепа. Мальчик был доставлен в областную травматологию. На сегодня состояние ребенка удовлетворительное. Он в сознании, активно играет, кушает. Разрешили ему вставать на ноги, ходить по палате. В общем, при заделении реанимации он переведен в общую палату в детское отделение. Там за ним ухаживает дедушка. В прокуратуре сейчас поставлен вопрос о привлечении к административной ответственности управляющей компанией, обслуживающей дом. Также следователи разыскивают очевидцев, которые были в данный момент на месте происшествия, и просят их оказать помощь в проводимом расследовании. У Калининского района города Кирова представители данной компании вызваны для решения вопроса возбуждения дела об административной правонарушении. Соответственно, действующим законодательством крыши домов должны по мере необходимости очищаться от накоплений снега и от льда сосулек. Ну и не допускается, есть единственное такое ограничение, не допускается накопление более 30 сантиметров. 30 октября случилось новое ЧП. На улице Большего подснежной лавиной упавшей с крыши вновь оказался малолетний ребенок. Приехавшие на вызов медики зафиксировали у ребенка ушиб мягких тканей головы без вреда здоровью. По статистике за один день 5-7 кировчан получают травмы от гололеда именно во дворах и около собственных подъездов. Неужели вы не в состоянии определиться с теми крышами, вы же не первый год занимаетесь, которые у нас ежегодно имеют возможность при таянии схода снега. С плоских крыш нет, все скатные крыши взять под контроль. Если вы не успеваете убрать, оградите эти места, обозначьте эти места, но этого не делается. На встрече с коммунальщиками глава города дал четко понять, контроль со стороны власти будет усилен. Жесткие меры будут приниматься каждому, если подобные ЧП повторятся вновь. Представители управляющих компаний в дискуссию с властью вступать не стали и всю встречу просидели безмолвствуя. Вергина Мативосян, Сергей Щекин и Денис Трушков. Вести. Киров.